Доброе утро, уважаемые телезрители! Сегодня особый воскресный день, и мне хотелось бы начать с удивительного выражения, с удивительной формулы, которую я однажды услышал. Все мы знаем с вами, что такое яйцо. Так вот, если яйцо разбивается силой извне, жизнь прекращается. А если то же самое яйцо разбивается силой изнутри, жизнь начинается. Все великое всегда начинается изнутри. С нашего внутреннего, прежде всего, духовного мира. И в этой связи не так давно мне попало письмо, необычное письмо. Письмо потомку от нас, пока еще реальных. Таково его название. Послушайте. Сын как-то спросил своего отца. «Как вы жили раньше без доступа к технологиям, без интернета, без компьютеров, без телевизоров, без кондиционеров, без мобильных телефонов?» На что отец ответил. «Сын мой, точно так же, как ваше поколение живет сегодня, без молитв, без сострадания, без чести, без уважения, без стыда, без скромности, без чтения книг». И дальше он продолжил. «Мы, люди, которые родились между 1945 и 1985 годами, являемся благословенными. Наша жизнь – живое тому доказательство. Играя, катаясь на велосипедах, мы никогда не носили шлемов. Мы не боялись одни ходить в школу с первого дня учебы. После школы мы играли до заката. Мы никогда не смотрели телевизора по полдня. Мы играли с настоящими друзьями, а не с друзьями из интернета. Если мы когда-либо испытывали жажду, мы пили водопроводную воду, а не воду в бутылках. Мы мало болели, хотя раньше мы делили один и тот же стакан сока с четырьмя друзьями. Наши родители лечили нас копеечными средствами отечественного производства или при помощи народной медицины. Мы привыкли создавать свои игрушки и играть с ними. Мы делились своими игрушками, книжками. Наши родители не были богатыми. Они дарили нам свою любовь. Научили нас ценить духовное, а не материальное. Дали нам понятие о настоящих человеческих ценностях, честности, верности, уважении, трудолюбии. У нас никогда не было мобильных телефонов, DVD, PlayStation, Xbox, видеоигр, персональных компьютеров, интернет-чата. Но у нас были настоящие друзья. Мы посещали дом нашего друга без приглашения. Нас угощали простой и скромной едой. Наши воспоминания были на черно-белых фотографиях, но они были яркими и красочными. Мы листали с наслаждением семейные альбомы и хранили с благоговением портреты наших предков. Мы не выносили свою жизнь на чужое обозрение и не обсуждали с таким упоением чужую жизнь. Как это делаете вы? Выставляя свою жизнь на показ в Инстаграме, обсуждая прилюдно в масс-медиа пространстве свои семейные тайны. Мы – уникальное и наиболее понимающее поколение, потому что мы – последнее поколение, которое слушало своих родителей. Кроме того, мы первые, кто должен был слушать своих детей. И мы – те, кто все еще умнее вас и помогает вам. Мы – ограниченное издание. Наслаждайтесь нами, учитесь у нас, цените нас, пока мы с вами. Вот какие необычные и удивительные строки этого письма. И здесь мне сразу на ум пришли слова Паисия Святогорца. Если человек не начнет работать над собой, то дьявол найдет ему другую работу – выискивать недостатки у других. А работа над собой – ой, как необходимо, особенно сегодня, в это трудное и неспокойное время. Необходимо прежде всего для того, чтобы построить мир в самом себе, а затем вокруг себя. Если построим мир в себе, поистине построим его и вокруг себя. Это смысл мыслей патриарха сербского Павла, некогда произнесенные им с Амвона. Но, а чтобы до конца понять и завершить эту передачу, понять глубину моих слов, мне хотелось бы привести необычное размышление, которое некогда было сделано Ульямом Шекспиром. Он некогда сказал, «Я всегда чувствую себя счастливым». Ты знаешь, почему? Потому что я ни от кого ничего не ожидаю. Ожидание всегда причиняет боль. Проблемы не вечны. У них всегда есть решение. Единственное, что неизлечимо – это смерть. Не позволяйте никому оскорблять, унижать или понижать вашу самооценку. Крики – инструмент трусов, тех, кто не думают. Мы всегда будем встречать людей, которые считают нас виновными в своих проблемах. И каждый получит то, что заслуживает. Мы должны быть сильными и реанимировать падение, которое нам навязывает жизнь. Чтобы напомнить нам, что после темного тоннеля полного одиночества приходят очень хорошие вещи. Прежде чем говорить – дыши. Прежде чем сказать – слушай. Прежде чем критиковать – посмотри на себя. Прежде чем писать – подумай. Прежде чем сделать больно – смотри. Прежде чем сдаться – попробуй. Прежде чем умереть – живи. И далее он завершает. Лучшие отношения – это не отношения с идеальным человеком, а отношения, в которых каждый человек учится жить с недостатками другого и умеет восхищаться его хорошими качествами. Кто не ценит то, что у него есть, однажды он пожалуется, что потерял это. А тот, кто однажды пострадал, получит то, что заслуживает. Если хочешь быть счастливым, сделай кого-нибудь счастливым. Если хочешь получить, отдай себя немного. Окружи себя хорошими людьми и стань одним из них. Помните, иногда, когда вы меньше всего этого ожидаете, появятся те, кто подарит вам хороший опыт. Никогда не портите свое настоящее из-за прошлого. Сильный человек знает, как сохранить свою жизнь в порядке. Даже со слезами логозах он с улыбкой приспосабливается и говорит, «У меня все хорошо. Дай Бог, чтобы у нас с вами, у всех, было все хорошо. Доброго и благословенного воскресного дня!» Субтитры создавал DimaTorzok